сегодня очередной монолог и сегодня я хочу обозначить вам некоторые интересные моменты из следующего 2017 года этот монолог я бы назвал следующими словами 2017 год и стеклянные бусы 2017 год чем он важен если сложить все цифры вместе 2017 то конечная цифра получается десятка это год который идущий год который мы все ждем будет очень сильным и переломным в противостоянии сил добра и зла кто победит будем посмотреть кто бы не победил 2017 год будет кульминационным и определяющим все последующие десятилетия в 2017 году как известно будет отмечаться столетия с дня великой октябрьской социалистической эволюции которая втянула российскую империю в колоссальную турбуленцию в колоссальные проблемы потеря огромного количества жизней огромная потеря колоссального количества интеллекта российской империи которая выковывалась сформировалась на протяжении но может быть сотен лет но это процесс закономерные потому что живое тело российской империи на каком-то этапе допустила проникновение инфекции развитие этой инфекции и гибель тела российской империи что привело к возникновению советского союза который завершился в 1991 году распадом уже советской империи на составляющей и процесс гниения продолжается и самым страшным событием это были события 2014 года как бы столетия со дня возникновения первой мировой войны вот все цифры играют имеют определенную силу и играют определенную роль для того чтобы определить судьбу страны и судьбу народа населяющего ту или иную страну или народов населяющих ту или иную страну так вот 2017 год я сказал суммарная сумма всех цифр будет являться десяткой и определит все последующее десятилетие вплоть до следующего цикла место украины в этом в этом процессе определено и украина тоже в 2017 году займет соответствующую позицию и соответствующее место во всех этих протекающих процессах сразу скажу 2017 год будет очень и очень тяжелым но каким бы он ни был с какими бы результатами ни пришел он будет определяющим на все последующие десятилетия теперь о стеклянных бусах все человечество живет по ветхозаветным преданиям и те люди которые читают библейские истории библейские рассказы если я их направлю их внимание на ветхозаветные истории что же такое ветхозаветные истории это жизнь еврейского народа если отбросить всю составляющую написано то центральным стержнем идет события о том что 12 колен израилевых грызутся между собой не на жизнь а на смерть и на всем протяжении ветхозаветного периода до сегодняшнего дня по возрастающей на территории планеты идет бескомпромиссная беспринципная жесточайшая борьба за лидерство одного из колен израилевых над другими коленами то есть если взять ветхий завет то на протяжении всего ветхого завета описана борьба за преобладание той или иной теории то есть мы живем сейчас ветхозаветном мире несмотря на новый завет который четко обозначил пути человека ветхозаветные доктрины преобладают но время ихнего преобладания подходит концу потому что в мире не может существовать только лишь ветхозаветная теория существуют и другие теории существуют космические процессы которые определяют и направляют направляют жизнь всего человечества это связано с вибрационными полями и позиция планеты в системе космических координат ветхозаветные теории приходят к концу естественно весь мир будоражит и ветхозаветные теории в подтверждение к своей духовной составляющей о том что вот народ израиля избран опирается еще на другую базовую платформу которую я бы обозначил как платформа преобладание материальных ценностей над духовными и это тоже заключено в борьбу ветхозаветных теорий потому что последнее время если человечество своим как бы осевым или базовым принципом выбрало металл то есть золото и под него под него определялось все отношения между людьми то есть кто обладал наибольшим количеством золота или другого ценного металла камней ценных тот по сути дела банковал и под это выпускал в последующем выпущены бумажные деньги которые начиная с конца с начала двадцатого столетия то есть с момента победы великой октябрьской советской ту социалистической революции понемногу изменил доктрину системы управления миром и позволил захватившим власть уже начать бесконтрольно печатать бумажные деньги то есть все двадцатое столетие это было отмечено такой красной нитью и обозначило развитие человечества привязываясь уже не к металлу металл оставался в какой-то части планеты важной и остается важной определяющей но уже жажда денег и жажда власти настолько накрыла ветхозаветное племя что она стала не оглядываться на сложившиеся тысячелетиями принципе опираясь на основу драг металлов уже начал опираться на основу построенную из бумаги особенно это заметно вот начиная после советской социалистической октябрьской революции сейчас же общество подходит к периоду когда на смену бумажным деньгам приходят электронные деньги это позволит тотальным то есть системам или группам управления получить тотальный контроль над планетой и над тем человечеством которое еще барахтается но не все так просто теперь о стеклянных бусах я думаю что многие жители русскоязычного пространства прекрасно помнят уроки из советской истории там может быть еще какие то то есть когда европейцы начали колонизировать африканское пространство то есть европейцы в меньшем количестве участвовали в захвате белых белых черных рабов на территории черного континента но европейцы или ветхозаветные люди на протяжении ветхозаветного периода научились пользоваться дешевой рабочей силой то есть силой дешево купленных рабов которые захватывались ветхозаветном периоде путем грабительских войн а вот начиная с захвата африканского континента пришел интересный эквивалент это так называемые стеклянные бусы зеркальца всякая дребедень которая в белом мире не стоило ничего потому что технологии были высоки а вот на африканском континенте вот эти стекляшки гамняшки приобрели определенные значения и так как всегда в тех или иных регионах происходят процессы укропнения племенных союзов прочее то есть в результате боестолкновений на африканском континенте одни племена захватывали рабами других своих темнокожих соотечественников и продавали их выгодно тем кто нуждался в бесплатной или в дешевой рабочей силе в данном случае европейцам для окучивания захваченного американского континента нужно было колоссальное количество рабочих рук для того чтобы осваивать континент и получать супер пробеля вот они начали за стеклянные бусы у успешных африканских лидеров племен которые захватывали колоссальное количество своих соотечественников плен выменивали на стекляшки на зеркаляшки на говняшки огромное количество рабов руками которых и строили могущество ну по сути дела всего американского континента когда время стекляшек и бус прошло пришло время бумажных денег с помощью бумажных денег свернули мозги оставшему человечеству и уже используя бумажные деньги начали бумажными деньгами определять стоимость дешевой рабочей силы или так называемых современных рабов и как ни странно Украина оказалась в центре ну одним из центров получения таких рабов и отправки их по всем ну как бы рабы сейчас парадоксально ищут сами себе работу для того чтобы получая бумажные деньги вот эту как бы аккуратно нарезанную бумагу иметь возможность содержать свои семьи таковы правила игры сейчас на смену бумажным деньгам придут электронные деньги что позволит с более легкостью управлять процессами место Украины 2017 года определено это можно сказать индейцы индейцы когда-то были ликвидированы с американского континента боестолкновениями и огненной водой а украинские индейцы будут ликвидированы путем расселения по планете потому что цель захвата Украины это получение контроля над стратегически важным мировым перекрестком который связывает азиатские страны с европейским континентом для этого вот эта группа обреченных людей которая захватила власть в Украине и играет тот спектакль который они и играют и несмотря на то что время их не ограничено во времени и 2017 год определит сможет ли группа ветхозаветного племени группа захвата утвердиться на Украине или все же будет сметена более другой светлой силой зависит также от каждого из нас мир глобализируется мир укрупняется и сразу в этом монологе я скажу на некоторое замечание жителей Российской Федерации распадется ли Российская Федерация на мелкие составляющие мое четкое утверждение нет по причине хотя бы той что мир глобализируется мир если все знают что в мире существует 300 богатых семей таких должно остаться меньше а потом меньше и меньше потому что таковы правила игры и такие и так и по таким законам существует в общем то вся вселенная и наша планета земля с этим человечеством точно так же существует и вот в момент тогда когда мир будет глобализирован до предела должна наступить катастрофа которая опять откинет человечество на сотни тысяч лет назад доведет до пещерного состояния но нам до этого еще вполне возможно далеко каждый живет сегодняшний днем или пытается забежать на несколько месяцев или лет вперед что конечно и позволяет группе ветхозаветного управленческой группе ветхозаветного направления пытаться манипулировать ситуации и держаться до последнего поэтому в синагоге Бродского и неспроста в начале 2016 года пели песенку не сдамся без бою это определяет что они не сдадутся без боя но их никто спрашивать не будет время определено и что бы я не говорил что бы другие люди не говорили мы все живем по законам космического мироздания но раз мы живем в той или иной стране раз происходят те или иные процессы мы просто должны четко и однозначно понимать что тогда когда мы будем держаться вместе придерживаться нашей идентичности придерживаться наших традиций никто не сможет изменить нашу жизнь без нашего на то согласия поэтому судьба Украины по сути дела определена Украина будет частью огромной нарождающейся империи как бы она называлась это не важно будут происходить еще трагические события вполне возможно что в 2017 году Польша попытается возродить идею от моря до моря то есть от моря до моря как когда-то польская Жечь Посполита владела территорией а перед этим Литовская Русь от Балтики до Черного моря Польша по всей видимости попытается воспользоваться ситуацией на Украине для того чтобы пробить коридор до Одессы или Мариуполя вряд ли вот тем самым определив судьбу Украины на первый переходной период и наверное так и произойдет уже процессы идут по обозначиванию галичины по расколу по раскату Украины на составляющие но в дальнейшем по всей видимости польская империя станет частью новой зародающейся империи которая будет простираться от Тихого до Атлантического океана и базовой составляющей вполне возможно будет являться Российская Федерация потому что на смену одним технологиям управления приходят другие технологии управления и однозначно что Российская Федерация будучи колоссально сырьевой составляющей нового зарождающего мира поэтому не исключено что от Владивостока до Барселоны все это пространство будет под одним общим управлением печально только лишь одно что ветхозаветное племя действительно не сдастся без боя а сдастся оно только лишь тогда когда оно поймет что быть интегрированным в новый мировой порядок лучше чем быть растертым между жерновами истории может быть я сложно выражаюсь но это простой ответ на на сложные вопросы и о переживании людей а что же будет завтра о переживании тех людей которым не безразлична судьба Родины мы все живем под одним солнцем но мы точно знаем что существует у есть них и мире а оружие чудо Какие-то добрые вещи, мы все знаем, что существует. Добрые феи, добрые волшебники, ну и злые колдуны или злые волшебники. Поэтому, что бы я вам ни говорил, что бы я вам ни рассказывал, или что бы вам ни рассказывали другие люди, мы все живем в одном пространстве. Мы все находимся на одной большой подводной лодке, которая называется Земля, и которая плывет в океане космическом своим путем. Как бы ветхозаветные люди не пытались называть себя избранными людьми, рано или поздно выдающаяся часть этих людей осознает, что они являются важной и составляющей частью человечества, в котором проживают разные национальности, разные нации, разные народы. И до тех пор, пока мы будем делить себя на правых, левых, на радикалов или умеренных, до тех пор будут происходить войны, от которых никому хорошо не будет. У людей, у человеков есть люди, человеки, а есть недочеловеки или нечеловеки, которые противятся влиянию человечества и влиянию здорового человечества на планете Земля. Но это закономерный процесс. Как я уже говорил в каких-то других фильмах, что в мире настолько много интересных тем, куда человечество может приложить свои усилия, свои знания, для того, чтобы выжить, вообще выжить, как биологический вид на планете Земля. Но это все у нас впереди. Поэтому, дорогие мои, сильно не переживайте, но в любом случае каждый из вас должен занимать позицию добра или зла. В монологе «Русь или не Русь» я определил, что такое зло, что такое не зло. И если у кого-то возникают нехорошие ассоциации, что люди другой нации не такие, как твоя нация, это возвращает нас к ветхозаветным теориям, которые, ну понятно, что не сдамся без боя, но чужими руками лучше постригу немножко денег. Когда человек умирает, он с собой не может взять ни одной монетки, ни одного миллиарда, ни одного биллиона. Это уже ветхозаветные люди начинают понимать. Как долго будет продолжаться процесс понимания и взросления всего человечества зависит от каждого из нас, от позиций каждого человека. Ну, это свободный выбор, который нам дает высшее проведение и высшая справедливая сила, которая смотрит, как мы копошимся внизу и как мы себя ведем. Если мы будем вести себя плохо, то ли мы сгорем в пожаре ядерной войны, то ли мы сгорим, то ли мы исчезнем в процессе биологической какой-нибудь атаки, в любом случае, твое слово, мое слово, слово каждого из нас, позиция гражданского каждого из нас определяет наше будущее. И это важно для каждого из нас осознать. Вот и все. Вот то, что я хотел сегодня сказать. С вами был канал Конпери и Константин Перегудов. Bye.